Крим Ворлд это игра, которая была спонсирована на кикстартере в 2013 году и в 2016 вышла в раннем доступе в стиме. Она была сделана одним замечательным человеком и парочкой бобров, но несмотря на это она полностью играбельна и битком забита контентом. И недавно на неё вышло крупное обновление, которое приблизило к релизу, что послужило для меня поводом рассказать вам об этой замечательной игре, в которую я периодически играю в течение двух лет. Рим Ворлд это симулятор колонии в жанре фантастики, или как его называют продвинутая молодёжь, сай-фай. В начале игры вы выбираете себе рассказчика, который будет напрямую влиять на сложность и события, которые будут происходить. Кассандра будет постепенно увеличивать сложность вашей игры, но это скучно и поэтому её никто не любит. Фиби может не трогать вас несколько недель, а затем прислать стаю альфа-бобров, которые съедят все ваши деревья, которых и без того было мало, заставляя вас добывать сталь в шахтах, чтобы вы могли сделать хотя бы один стальной стул. И Рэнди, который абсолютно рандомный и ненавидит вас, и поэтому может прислать вам посреди ночи в бильярдную роботов-убийц, а чуть позже пришлёт вам мясо кошки, а потом и самих кошек, причём штук десять, которые абсолютно бесполезны, и могут только есть вашу картошку и размножаться, чтобы есть ещё больше вашей картошки. Валду это ещё и редкий ивент, как же мне с ними повезло. Кошки, которые едят картошку. Кошки-картошки. Хорошо, что мне попался караван, который скупает котов. Хрен вам анимая картошка. После выбора рассказчика, вы генерируете себе планету и фракции, и выбираете место, где вы будете жить. Например, вы можете выбрать... Привет, друзья, это я, ленивый котой. Вот 200 рублей, посмотрите что-нибудь хорошее. Всех с прошедшими праздниками, читайте описание. Я с праздниками, котай, спасибо за 200 рублей. Котаюшка. В качестве климата обычный лес, или жаркие и мокрые тропики, или холодную тайгу, или пустыню, где почти нет ничего, или ледник, где вообще нет ничего. После того, как вы определитесь с местом жительства, вам нужно будет сгенерировать колонистов, которые, помимо навыков, обладают чертами характера, а также прошлым. Поэтому, ваш колонист может быть хорошим врачом и ученым, а также добрым и слегка медлительным каннибалом, что может немного повлиять на его работу. Генерация персонажей огромная и позволяет нам брать вам в колонию средневековых рабов, фермеров-наркоманов, генно-выращенных клонов-лесбиянок, боссов-мафиози, которые ненавидят насилие, детей-мазохистов с деревянными руками, геев-программистов и так далее. Капец. Рим Ворлд. Рим Ворлд. Ваша основная цель – это развить вашу колонию до должного уровня, чтобы вы могли построить космический корабль и улететь домой. Но зачем вам это делать, если вы можете сами создать себе абсолютно любую абсурдную цель? Например, вы можете приручить себе армию слонов, или варить пиво, или производить и продавать наркотики, или продавать органы. Или вы можете сделать колонию геев-психопатов, изменить им все конечности на крутые киберпротезы, и пойти истреблять ближайшие фракции, и грабить караваны. А Рэнди тем временем подкинет вам контейнеры с пивом. Рим Ворлд вдохновлялась Двар Фортрес, поэтому она буквально решит возможностями и механиками. Здесь есть базовые вещи вроде фермерства, строительства, добычи руды, шитья одежды, крафт оружия, ковки мечей и брони, создание скульптур, исследование новых технологий и заканчивая отдельными вещами. Вроде проведения электричества, поддержки чистоты и красоты помещения, лечения конечностей, болезней и зависимостей, адаптации под времена года и температуру, и так далее. Также, например, создание статуй подразумевает, что у каждой статуи будет рандомное описание, которое порой крайне весело читать. Вот это, например, моя любимая. Она называется Красная Рота, и она посвящена тому, как моему поселенцу донес телесные повреждения. А вот мне стало интересно, как Киберстаси произнесет Кришен. Почти правильно. Спасибо за 50 рублей, Кришен. Тени олень, и она сделана из саранчи. Более того, игра поощряет креативность. Например, если вы сделаете склад, вы сможете хранить там еду. Но если вы проведете электричество и поставите туда парочку кондиционеров, ваша еда не будет портиться. Или, например, вы можете обороняться, поставив парочку турелей, которые будут расстреливать любую угрозу. Или вы можете манипулировать рейдерами, заманивая их в коридоры смерти, которые битком забиты капканами, в которых они будут терять собственные ноги, пока их расстреливают турели в конце коридора, которые они не могут достать. Удивительно, как быстро эта игра делает из вас и ваших поселенцев монстров. Они без проблем могут лежать на травке и отдыхать посреди лесного пожара. И, несомненно, вид гниющих трупов посреди огорода с картошкой может испортить им настроение. Но это не значит, что они бросят её сажать. Точно так же, как и ваша любимая кошка, которая только что умерла от теплового удара. Ваши поселенцы, несомненно, расстроятся её гибели. Но чем дольше вы играете в Римворлд, тем больше вы приходите к выводу, зачем что-то хранить, если это всегда можно съесть. И, конечно же, не стоит забывать про рандомные события. Например, знакомая фракция может попросить вас осмотреть схрон, в котором есть шапочка из фольги и кровать. Или ваш старый друг Рэнди может прислать вам посреди ночи пси-корабль, который приземлится прямо на вашу картошку, и который будет сводить с ума ваших поселенцев, и который охраняется роботом с миниганом, которого вы не можете убить, не потеряв пол колонии. Или у вас случайно может начаться грозовой шторм, который абсолютно случайно пару раз ударит по вашему огороду с картошкой. Но не волнуйтесь, ведь Рэнди щедро возместит все потери, прислав вам немного молока. Но, тем не менее, Римворд... Такое ощущение, что там кроме картошки ничего растить нельзя. Походу, так и есть. Урл создается именно из таких ситуаций. В конце концов, эта игра в первую очередь про странные и абсурдные истории, которые будут с вами происходить. И у меня как раз есть одна для вас. Однажды во время стрима к моей колонии присоединилась стая собак, которые тут же начали размножаться и превратились в армию собак. Но, к счастью, на одну из них упали контейнеры с наркотой, который заботливо прислал Рэнди, и у меня стало на одну собаку меньше. Но моей жизни от этого проще не стало, так как еда, которой с трудом хватало на двух человек, была моментально съедена собаками. И единственное, что осталось, это куча пива, которое наварил мой поселенец. И, к моему удивлению, как взрослые, так и совсем новорожденные собаки начали люто бухать. Одна из них закрылась на складе, и несколько дней пила пиво, затем болевала, затем падала в обморок, а затем снова вставала, и снова пила пиво, и снова падала в обморок. В результате чего, у меня кончилось пиво, моя база была полностью заболевана, а у всех моих собак появилась алкогольная зависимость, а у некоторых даже цирроз печени. Жесть. RimWorld. Заметь, не было ни одного изображения Николаса Кейджа. Да, все заменено коргами. Ну, наоборот. Это, видимо, из-за того, что видос давний. Это игра, которая способна увлечь вас на долгие и долгие часы, даже в текущем состоянии. Ведь она постоянно будет подбрасывать вам абсурдные и странные ситуации, и всегда удивлять вас чем-то новым. Более того, вы всегда можете скачать моды, которые позволяют вручную создавать персонажа, или делают игру хардкорней, или вы можете накачать моды, в которые добавляют фурей и города Лавкрафта. Выбор за вами. И на этой ноте это видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, потому что монтировать видео больно и тяжело. И увидимся в следующих роликах. Интересненько. Спасибо за просмотр, надеюсь понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok